Десятки жителей Солнечного вышли протестовать против нехватки школ и детских садов. Люди недовольны тем, что застройщики продолжают возводить многоэтажки, а жителям при этом предлагают отвозить детей учиться за несколько километров от дома. На месте сейчас находится мой коллега Максим Лебедев, он на прямой связи со студией. Максим, расскажи, что сейчас там происходит. Здравствуй, Юля. Здесь уже собрались родители вместе с детьми, их довольно много, хотя люди еще продолжают подходить. Но для начала подробнее расскажу о самой ситуации. Строительство новых домов в трех микрорайонах Солнечного идет полным ходом. Люди активно заселяются, однако школа здесь всего одна. И рассчитана она на 800 учеников. Однако из-за нехватки общеобразовательных учреждений учителям приходится принимать почти 2500 детей. Но и этого недостаточно. Кому мест не хватило, предлагают ездить за 3 километра от дома. При этом запустят ли для детей школьный автобус, пока неизвестно. Причина дороги. Их еще не достроили. Чтобы перевозить детей, дорожное покрытие должно отвечать определенным стандартам. Так что транспорт могут и не разрешить. Новые образовательные учреждения здесь, похоже, строить не торопятся. Вот, к примеру, место под школу в одном из микрорайонов отдали в частную собственность. И одна из фирм собирается там начать застройку. Фирма Красноярск Промстрой. Место под школу в третьем микрорайоне людям удалось все-таки отстоять. Однако, все равно, новая школа не появилась. И отчаявшись добиться помощи от местной власти, люди недавно, в понедельник, записали обращение к президенту, чтобы как-то уже Владимир Владимирович посодействовал в этом вопросе, в решении этого вопроса. Ну, давайте пообщаемся с самими жителями. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Елена. А фамилия? Иноземцева. Расскажите, пожалуйста, как сейчас у вас занимаются дети? Знаете, у меня ребенок ходит в 134-ю школу, это наверху. Расстояние где-то около километра проходит. Так как внизу, ближайшая школа, она переполнена, дети учатся в две смены. Есть информация о том, что даже сокращает уроки, чтобы успеть обучить всех детей. Бывает и до 40, и даже до 35 минут сокращает. Нехватка кадров, учителя устают, дети устают. Поэтому у меня ходит как бы в менее переполненную школу. А с детскими садами здесь какая ситуация? С детскими садами тоже очень... Как видите, ребятишек очень много. Отправить некуда. Просто нет маленьких детей. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Катерина Булыч. Расскажите, куда обращались и какой ответ получали? Наша инициативная группа обращалась в различные инстанции, такие как управление образованием, администрация советского района, департамент градостроительства, администрация города Красноярска, глава города. Была проведена встреча с главой города, с Еремином была встреча проведена. Также обращались к губернатору Красноярского края, но, к сожалению, ответы были неутешительные, нас карамели завтраками. Прокуратурой Красноярского края была выявлена нехватка как дошкольных мест, так же и школьных образовательных учреждений. Школа, про которую мы говорим, 144-я, она переполнена. В настоящий момент дети обучаются, около 2,5 тысяч детей, которые могут вместить в школу, то есть это в две смены, а по факту обучаются 5,200. То есть прокуратура Красноярского края вынесла предписание о том, что нехватка мест существует и дополнительные образовательные учреждения необходимо строить. Но, к сожалению, в настоящее время единственное, что было сделано, это отмена разрешения на застройку жилого многоэтажного дома на месте школы. Но в дальнейшем никакие работы не проводятся по строительству школы, по финансированию, по межеванию земельного участка, абсолютно ничего. Спасибо большое. Ну, вы все слышали, видеообращение к президенту, подобное обращение рассматривает обычно, опять же, краевая прокуратура. Так что посмотрим, удастся ли все-таки людям добиться новой школы для своих детей. Пока это вся информация. Юля, передаю тебе слово. Максим, спасибо. Я напомню, это был наш корреспондент Максим Лебедев. И прямое включение с микрорайона «Солнечный», где прямо сейчас жители вышли на протест против нехватки школ, детских садов в шаговой доступности.